Марина Серова. Моя дорогая служанка. Сериал «Частный детектив» Татьяна Иванова. Глава первая. Я возвращалась домой с последней встречи со своим клиентом. Очередное дело было закончено. В моем кошельке лежало несколько новеньких, хрустящих купюр солидного достоинства. И от этого мое настроение было в высшей степени радостным. Вот сейчас завалюсь в свою уютную квартирку, переоденусь и поеду в спа-салон, приму там расслабляющую ванну. А потом дома сяду к телеящику с чашечкой кофе и буду весь вечер наслаждаться бездельем. Если бы еще хоть пару-тройку дней не было клиентов. Тогда можно было бы съездить в гости к подруге Светке и уже вместе с ней прошернуться куда-нибудь на природу. Скоро лето. Погода последние дни совсем теплая. Можно было бы уже позагорать, на весеннем солнышке без опасения обгореть. В этот момент я заметила, что проезжаем мимоотделения полиции, в котором работает мой друг и однокурсник Андрей Мельников. Я повернула к зданию РОВД и поставила свою машину на стоянку перед ним. В холле за стеклянной будкой сидел молодой симпатичный лейтенантик. «Вы к кому?» Строгим тоном освернулся он, старательно стянув брови к переносице. «К Мельникову. Ваша фамилия?» «Иванова. Минуточку». Лейтенантик снял трубку внутреннего телефона, нажал три кнопки и сказал. «Иванова. К Мельникову. Пропустить?» «Хорошо». Он поднял на меня свои голубые глаза. «Проходите». Щелкнуло устройство блокировки. Я толкнул вертушку, поблагодарила молодого человека и прошла в длинный коридор, в котором по обе стороны располагались двери. «Эх, жалко, что уж очень молод этот мальчик в стеклянной будке. Будь он лет на пять постарше, можно было бы и состроить ему глазки, и познакомиться. А так, сколько ему?» «Года двадцать два, не больше». Я остановился перед дверью Андрюшиного кабинета. За ней слышалось невнятное бормотание. «Что это?» «Моего друга кто-то на приеме или на допросе?» «Но тогда почему он разрешил пропустить меня к нему?» Я постучал и осторожно приоткрыла дверь. «Да поймите же вы, мой муж не убивал, он не убийца, он нормальный человек, он предприниматель и хороший семьянин. Отпустите его, умоляю». В кабинете Андрея напротив его стола на обшарпанном стуле сидела женщина лет сорока пяти. Я как-то сразу разглядел ее, она была не дурна собой, и сразу видно, что очень следил за своей внешностью. Ее серый костюм, узкая юбка и элегантный пиджачок сидели на ее чуть располневшей фигуре, как влитые. Туфли на высоких каблуках, дамская сумка, украшения, макияж, прическа – все было довольно дорогое, модное, подобранное со вкусом. В руках она держала платочек, который периодически прикладывала к глазам. При моем появлении и Андрей, и дама посмотрели в мою сторону. «Тань, проходи, я уже закончил», – кивнул мне Мельников и снова повернул голову к посетительнице. «А вам, я говорю еще раз и надеюсь в последней, мы вашего мужа не посадили, а всего лишь задержали. Мы будем во всем разбираться, так что идите домой». «Как домой? Но нет, подождите, я не могу так уйти, я же вам объясняю, что мой муж не преступник, он просто не мог ее убить. Ну, сами посудите, зачем такому человеку, начальнику кредитного дела коммерческого банка и хорошему семьянину убивать какую-то там домработницу? Абсурд!» «Да почему же абсурд?» – начал потихоньку выходить из себя Мельников. Я между тем прошла в его кабинет и тихо села на стул в уголке. «Потому что абсурд!» – кричал со слезами дамочка, поднося платочек к глазам. «Не убивал он, как вы понять не можете? Я вам сто раз сказал, что он не убивал, а вы опять подозрения, улики. Даже если вы двести раз скажете, что он не убивал, я все равно его не выпущу», – начал кипятиться мой друг. «И вообще, идите уже, гражданка Удовиченко, мне надо работать». «Работать? А мой муж будет сидеть в тюрьме ни за что. Да вы кого угодно спросите, соседей, знакомых, родственников. Вам все скажут, что он спокойный и уравновешенный человек». «Обязательно всех спрошу, даже не сомневайтесь. Всех спросим, всех допросим, все проверим, потом все перепроверим. У нас такой порядок. Если невиновен, отпустим. А теперь идите, пожалуйста, гражданка, дайте же наконец-то работать. Видите, меня другие дела ждут». Мельников при этих словах кивнул на меня. Дамочка встала с самым недовольным видом. Она шмыгнула носом и громко стуча каблуками вышла из кабинета. Когда дверь за ней захлопнулась, Андрей облегченно вздохнул. «Ух, я уж думал, никогда от нее не отделаюсь. Не, ну бывают же такие непонятливые. И битый час объясняю, что ее мужа не посадили, а только задержали. Что-то еще не страшно, может его и выпустят. Она плачет, требует освободить». Я пересел на место удалившейся дамочки. «Ну, ее понять можно. А что вообще случилось?» «Слушай, давай чай попьем, раз уж ты зашла. Хоть немного в себя приду, а то уж голова кругом». Андрей встал из-за стола, взял с тумбочки два бокала и включил электрический чайник. Потом он достал из своего стола пакетированный чай и пол-литровкую банку с сахаром. «Что случилось, говоришь?» «Да что у нас может случиться? Ничего особенного. Все как обычно. Изнасилование, грабежи, убийство». «В данном конкретном случае убита бывшая горничная этой вот мадам. Два года она работала в ее доме, убирала пятикомнатную квартиру. А полгода тому назад хозяйка ее выгнала. «Девушка была молодая?» – спросила я. «Да, двадцать шесть лет». «Осмелюсь предположить, что дамочка застукала мужа с этой горничной», – сказала я. Мельников поставил передо мной бокал и налил в него кипяток. «Как догадалась?» Я взяла из пачки пакетик и бросила его в свой бокал. Женская интуиция. «А зачем, по-двоему, этому мужику убивать свою молодую любовницу?» Там все оказалось сложнее. Мало того, что сорока восьмилетний глава семейства свихнулся из-за рыжей бестии с копной роскошных волос, так еще и его сын, студент института, тоже влюбился в нее. А девица оказалась с широкой душой. В ней, как выяснилось, поместились оба – и отец, и сын. «Думаешь, отец убил девушкой из ревности? Чтоб сыну не досталось?» «По принципу, так не доставайся ты никому. Что-то не вяжется. Тань, я пока ничего не знаю. Господину Удовиченко я приказал арестовать потому, что в тот день он был там». «Там это где?» «На квартире, которую он снял для этой девицы. Похоже, что Удовиченко-старший так запал на девушку, что даже скандалы с женой не могли его остановить. И часто они встречались?» «Я успел расспросить только одну соседку. Та сказала, что сынок приходил два-три раза в неделю, а папочка чуть реже. Один, максимум, два раза». «Понятно», – усмехнулась я. «Начальник кредитного отдела коммерческого банка. Занятой человек». «Как звали погибшую?» «Карина Афсипян. Она что, армянка?» «По отцу. Мать у нее, похоже, русская». Андрей достал из ящика стола фотографии и протянул мне. На первой была изображена яркая внешность девицы с дерзким взглядом. Она была необычайно хороша. Огромные, карие глаза, под пушистыми ресницами и саболиными бровями, с копной золотых, просто роскошных волос. Одета девушка была в довольно откровенную кофточку, которая облегала ее пышной бюст и тонкую талию. На шее у нее блестела золотая цепочка, в ушах были длинные сережки, на запястье браслет. На другой фотографии эта же девушка лежала на полу какой-то комнаты в неестественной позе. В груди ее зияла дыра. Белая майка была в крови, по полу расползлась лужица темной жидкости. «Так ее застрелили?» – удивился я, внимательно рассмотрел фотографии. «Да, из Макарова. Причем стреляли практически в упор. На маечке, в том месте, где входное отверстие, следы пороха. А следы борьбы?» Одежда не порвана, но на запястье и предплечье под алогоанатом обнаружил несколько синяков. «Значит, борьба была, хотя, скорее всего, небольшая или короткая. Ну и за что, по-твоему, ее ему убивать?» «Да откуда я знаю?» – вскипел Мельников. «Следствие еще только начато. Может, в тот день она ему не дала». «Скрытие уже было?» «И что, половой контакт не имел места?» «Скрытие было, но результат мне еще не принесли. Однако при осмотре квартиры на постели мы нашли простыню со всеми, извиняюсь, вытекающими последствиями. «Значит, контакт все-таки имел места, а, говоришь, не дала?» «Так еще вопрос к кому. Может, она в тот день сыночка у себя принимала, а папочка явился, так сказать, не в то время». «Соседи слышали какие-нибудь крики, шум? Кроме выстрела, разумеется». «Слышали!» – кивнул Андрей. «Причем дважды. То есть в тот день он был у нее довольно долго, голубки успели поссориться два раза». «А это точно был у Довиченко старший?» Его видела соседка по лестничной клетке. «Слушай, мают!» – насторожился вдруг Мельников. «А что ты все расспрашиваешь, а? С какой целью выпытываешь? Ну-ка, колись!» «Да так просто. Ты ж знаешь, я страдаю запущенной формой любопытства». «Вообще-то, Андрюш, мне кажется, что папочка здесь ни при чем. Это, конечно, так, навскидку. Если покопаться в деле поглубже...» «Ага, размечталась, покопаться и захотелось». «Ага, размечталась, покопаться и захотелось».